Привет, Skyrim-чане и Skyrim-лине. В рамках рубрики «Танцы с бубном» я хочу представить вам последнюю версию своего мода для игры Skyrim Special Edition под названием «Нодан до музей Довакина». Последнюю, потому что больше глобальных обновлений не планируется, потому что вроде как уже и добавлять то дальше уже нечего и некуда. Хотя варианты на самом деле всегда есть, особенно когда вы ими охотно делитесь, но обо всём давайте по порядку. Скоро грянет очередное переиздание Skyrim-а, какой там уже по счёту, так что возможно вы решите ещё раз окунуться в быт холодной провинции Тамриэля и вам нужно будет где-то поселиться и коротать свои дни. Ну а некоторые оттуда и вовсе из этого самого Skyrim-а не уходили. Тут как раз и придёт на помощь мой мод. Некоторые из вас, возможно, уже играли в предыдущие его версии, но я расскажу вам обо всём с самого начала, будто вы его никогда не видели, чтобы и те, кто о нём слышит впервые, смогли его оценить. А те, кто пробовал предыдущую версию, подметят изменения сами. Если что, на таймлайне есть пометки, можете ими смело пользоваться. Поехали! Итак, сперва небольшая предыстория. Я по характеру манчкин, я обожаю коллекционировать у себя всё, что только можно. Притом я не люблю ограничиваться обычными мертвы фактами. Каждая тарелка или кусочек даже непонятного железа для меня может быть памятным и нести в себе какую-нибудь маленькую историю. Древние свитки как раз серия к этому располагающая. Ещё в Моровинде, я помню, коллекционировал души. Да, просто можно было в камень-душ заключить, скажем, душу крысы, и на камне-душ будет написано «маленький камень-душ-крыса». И такая вот у меня была коллекция из маленьких камней-душ, больших камней-душ, всех существ, ну и в таком вот духе. Скорее мы же, в отличие от Моровинда, нет возможности просто вот так вот брать и выкладывать вещи на стол без страха, что они у тебя разлетятся или что в принципе будут стоять так, как нужно. Здесь же есть физическая модель, такая себе, но тем не менее есть. Поэтому разработчики придумали стенды, а мододелы их расширили. И просто замечательно, когда мы можем красиво расставить по комнате парагоны, маски драконь и жрецов, когти. Но на этом репертуар заканчивается. Некоторые моды дают больше простора, скажем, тарч кровожадности, дейдрические артефакты, карта драконьих захоронений. Отлично, правда? Но и этого тоже мало. Ведь в игре просто прорва различных вещей и кому-то может захотеться развесить их красиво. Мод на позиционирование лично я применять не люблю, я поборник классики. Однако существует такая же парочка модов-музеев, самый известный из которых «Наследие дракона рожденного». Там действительно громадный музей, но есть пара «но». Первое. Мне не нравится солитивская архитектура. Вообще. Просто я ее терпеть не могу. Второе. Большая часть артефактов, представленных там, как бы живет над миром. То есть это не просто то, что есть в игре. Это то, чего без мода на сам музей в игре не существует и не может там существовать по хронологии, лору. Да и некоторых вещей, я уверен, в принципе не существует. Пойдем, разберись, есть ли там эти нефритовые статуэтки в Аковире или нет их. Мы же не были в Аковире ни разу, правильно? Ну и плюс, у этого мода нет конкурентов, так что это тоже, знаете ли, не всегда хорошо. Людям нужен выбор. Подождав несколько лет и поняв, что никто мне не сделает так, как я хочу, и даже близко, я решил попробовать сделать домик самолично. Навыки модостроения у меня базовые, присутствуют, правда, очень-очень плохо с дизайном. Это у меня по жизни так, поэтому сам я к своему творению отношусь очень-очень строго и критично, но просто знайте, в дизайнерском плане я старался как мог, но понимаю, что мое представление о прекрасном от людского отличается. За основу я взял дом за авторством Лаза, двемерское поместье. Уж очень оно мне понравилось архитектурно, ну то есть более-менее, да, плюс, учитывая еще масштаб, он как раз-таки подходил для музея. Не громадность залы, но и не крохотная изба. Конечно, пришлось пожертвовать уютом. Строение каменное и напоминает облагороженные руины. Сейчас уже, глядя на разницу между оригинальным модом и моим изменением, я понимаю, какая огромная проделана работа, и от первоначальной задумки Лаза там не осталось и следа, потому что перелопачено было буквально все. Я внес туда столько изменений, что, думаю, по праву уже могу считать этот мод своим. На этом вводная часть окончена. Давайте смотреть дом, сказал прям как риэлтор. Итак, Нодан — это средних размеров дом-музей в квазидвемерском стиле. Под квазидвемерским стилем я понимаю стандартную двемеровскую архитектуру, но с измененными текстурами. Автор текстур я, но так как я художник от бога, от темного бога хаоса, скорее всего, Нургла, то получилось так себе, на мой взгляд. Мне нравится, но если кто-то из вас скажет, ну шо за халтура, и предложит свою помощь по текстурированию, буду только рад, правда. И в принципе, если вы предложите мне помощь с дизайном помещений, или с дизайном освещения, или с криптописанием, или просто решите портировать мод на Legendary Edition, я охотно соглашусь и буду даже очень рад, и выскажу вам свое веское бессмысленное спасибо. Поместье находится за пределами города, но имеет портальную связь с каждым крупным населенным пунктом. В доме есть все нужные для работы станки, контейнеры, а также присутствует возможность заселения детей и супруги, ну и вдобавок есть место для приглашения в дом гостей с помощью мода «Мой дом, твой дом». Изначально население в поместье отсутствует, как и само поместье, на самом-то деле. Да, по приходу на место вы обнаружите лишь заваленный вход в покосившиеся руины и рабочий станок. Изначально задумка была в том, чтобы строительство использовало актуальные материалы, например, для строительства чего-то из камня нужен был, скажем, камень. Но в момент распределения материалов я уже сильно устал от работы над модом, а потому каждое действие требует одного единственного ресурса – денег. Зато не нужно никуда бегать и ничего добывать. Изредка нужны заполненные великие камни душ. Это важно, именно великие и именно заполненные. Сложно? Ничего страшного. В файлах мода игры есть текстовый файл с полным набором материалов. Называются эти файлы М и М1. И кидаются они в корневую папку игры. Сейчас сосредоточьтесь, ничего сложного в этом нет. Просто некоторые говорят, что типа «Ой, это так сложно, мы лучше сами вклады введем». Не надо, я за вас все ввел. В игре открываем консоль, пишем «бат», «М» или «М1» и получаем все необходимое по списку. В нашем случае М1 даст вам 100 тысяч золота и 10 камней душ, заполненных великих. Правда, должен признать, что этого не хватит на реставрацию всего дома. Камней душ хватит, а вот золота не хватит, потому что стоит он больше 300 тысяч. Да, да, я переборщил, видимо. И однажды это поправлю, скорее всего. Но я хотел сделать нечто среднее между квестом и полным погружением обустройства дома. Элементов оказалось так много, что я не рассчитал цену, извините. Так что готовьте свои тугие кошельки. Итак, вы стоите перед станком. Позади вас коробка с инструментами. Нажав на нее, можно убрать или вернуть станок. Если вдруг я что-то добавлю, а я, скорее всего, потом что-то добавлю, возможность крафта, то можно будет не беспокоиться о наличии станка. В общем, так вы начинаете строительство. Я попытался изобразить его постепенно. Не везде получилось так, как я задумывал. Но там очень много получается работы. Но в целом очень даже неплохо, на мой взгляд. К примеру, сперва вы поднимаете каменную плиту и делаете из нее мост. Затем строите мост дальше. Затем разгребаете завал на входе и потом восстанавливаете там еще что-то и так далее. Апофеозом реставрации становится преобразование, когда волшебным, скажем так, образом руины преображаются в красивые, по моим меркам, апартаменты. После этого их уже можно декорировать. Полный набор двора включает в себя, собственно, сам мост, ведущий ко входу в поместье. Левую часть, предназначенную для отдыха. Тут, кстати, есть возможность порыбачить, нажав на удочку. В зависимости от удачи вы поймаете или не поймаете случайную рыбку. Среди насаженных вами же деревьев скрывается туалет, навечно закрытый на межпространственную дезинфекцию. Это что-то вроде пасхалки, так как огромная часть модов любит ставить сортиры к домам. Привет, Андрей, да. Также присутствует теплица из стекла и камня, где мало полезных растений, в основном она для декорации. Получилось не так красиво, как я бы, наверное, хотел или как умеют другие, но, кто знает, возможно, однажды она будет выглядеть по-другому, а пока что и так тоже неплохо. Еще присутствует балкон, и хотя технический вход на него осуществляется через портал внутри дома, это также является все-таки внутренним двором. На балконе портал домой и телескоп с отсылкой к игре Аркс Фаталис, если кому-то мало названия Ноддена и знаков Акба на гобеленах. С внешней частью все, идемте внутрь. Внутри завала разруха, всюду корни, пыль, камни, сырость, заросли и, разумеется, темнота. Теперь шаг за шагом мы должны вычищать и разгребать проход. По мере продвижения вглубь будут становиться доступны новые действия. Я старался, чтобы руины преображались на глазах, и мне кажется, что у меня даже получилось, представьте себе. В один момент мне даже руинистая часть замка понравилась больше, чем облагороженная. Странно, правда? Я думаю, это из-за освещения. Ох, блин, Настя, намучился я с этим освещением. Ладно, потом об этом как бы то ни было. Однажды мы уберем все камни, отмоем и подметем грязь, поставим на место упавшие арки, повесим люстру. Следующий шаг постройка генератора и его изоляция. Подключение освещения, а затем преображение комнаты и, как в случае с фасадом, постепенно его заполнение декором. Это же относится и к другим комнатам. Однако преобразовать их нельзя до того, как не будет преобразована главная часть зала, я ее называю атриум. А теперь представьте, что вы ухайдокали кучу денег на все это, на весь дом, и таки добились успеха помещения, а благорожено по максимуму можно и даже нужно жить. Да, мечты мечты. Итак, что тут у нас имеется? Я не умею так красиво описывать интерьеры, как Шеди, к сожалению, поэтому скажу по-спартански. На входе несколько шкафчиков с декором, всякие витрины, тоже декоративные, если что. Ковры и даже чучело кланфира большого. Из недекора по левую руку висит контейнер-ключница, по правую руку рычаг и кнопки. Рычаг переключает задвижку генератора. Пока он открыт, слышен характерный двемирский звук, знакомый старичкам со времен Моровинда. Сам делал. Да, кнопки переключают свет, который тут представлен в нескольких вариациях. И тут я сразу хочу сказать, ломая атмосферу повествования, что Бетезда — криворукие болваны. Чем дольше ты копаешься в Creation Kitty, тем больше понимаешь, насколько же кастрированы этот инструменты и насколько убоги возможности движка Скайрима. Или не движка, а как это правильнее сказать? Технические возможности, короче, самого Скайрима. Свет — одна из слабых его сторон, очень слабых. Я намучился, пытаясь сделать все по-людски, и в итоге ничего нигде баговать и мигать не должно. Но я, откровенно говоря, так и не достиг желаемого эффекта. Тут, на мой взгляд, темновато. Ну, а если у вас еще будут ЕНБ, не знаю, ребят, желаю удачи. Ну, по крайней мере, у вас есть всегда есть факел, да? Ну, ладно, что ж теперь. Так вот, освещение тут четырех типов. Холодное, теплое, волшебное и пасхалочка. Шестой дом восстал. Кто-нибудь еще помнит тут шестой дом и почему он восстал? Под волшебным светом я в разное время подразумевал разные. Но тут, конкретно в этой комнате, это нечто близкое к холодно-пурпурному. Я вот теперь думаю, на кой хер я это сделал? Надо бы потом переделать. Повторюсь, освещение не багует. Если кто-то разбирается в Creation Kitty, красной зоны нигде нет. Ох, и намочился я с этим, да? Однако не багует свет только если включен один тип освещения. Если наложить два друг на друга, то станет светлее. По-нормальному светло станет, но тогда ждите миганий. Тут я уже ничего не могу поделать. Вопрос к разработчикам. Дело в том, что обычно все помещения в игре, в том числе самые темные подземелья, они довольно-таки светлые. И поэтому даже без таких вот отдельных источников света, там довольно-таки светло, по крайней мере, глаз не выколи. А я пытался сделать именно нормальное темное подземелье, поэтому сделал эту самую комнату темной. И поэтому мои источники света, которые я расставляю, это единственный свет, который освещает, собственно говоря, дом. И именно поэтому тут довольно-таки темновато. Если вы что-то из этого поняли, я вас поздравляю. Если нет, ну просто поверьте, это было сложно, и не знаю, я просто сделал максимум из того, что мог. Возможно, вы сможете лучше, буду только рад. Свет этот не отбрасывает теней по тем же причинам. Одновременно таких источников с тенями может быть не больше четырех, иначе они начинают опять же баговать, да. Здравствуй, Скайрим. Впрочем, забегая вперед, источник освещения с тенью тут все же есть. И да, такой момент. Все кнопки, рычаги и прочие активаторы в первый раз нужно нажать дважды. Это связано с моим неумением писать скрипты, извините. В последующие разы одного нажатия достаточно, но продолжим экскурсию. Прямо перед нашим носом, помимо всякого декора, бассейн, да. Автор предыдущий любил очень бассейны, он вообще бассейнофил, бассейноман, его другие дома просто имели какие-то гигантского размера бассейны, в них мог бы спокойно жить ктулху, и наверняка там от них где-нибудь притаился рельеф или хантлей, неважно. А здесь у меня маленький бассейн. Тут работает скрипт автораздеванием, поэтому NPC будут сами знать, что делать, поэтому, наверное, здесь сейчас никого и нет, чтобы, не дай бог, не продемонстрировать лишнего. Кстати, на вмеши я тоже не забыл проложить, ну в этот раз, так что NPC должны чувствовать себя здесь хорошо. В теории. На практике мне, конечно же, очень не хватает тестирования со стороны игроков, а также помощи, потому что некоторые вещи я просто делать банально не умею, о некотором я даже не знал. Однако, повторюсь, в теории все гуд. На игрока автораздевания не влияй, да и нафиг оно не надо. Не надо ведь? Вот и я о том же. В бассейне в наличии статуя Дебеллы. Ну, кого же еще-то, правда? Не Мирунус же Дагона. Тогда бы это было экстремальное ныряние в кипяток, причем кровавый. В левой части Атриума расположился переключатель станков. Он активирует и деактивирует все четыре станка по отдельности. Далее тут барная стойка, пережиток прежнего хозяина. Хотел ее убрать, но не придумал чем заменить, так что наслаждайтесь статичным бухлом. Прохладим в дальний угол, а там у нас что? Правильно, кухня. Тут будет собираться ваша семья для трапезы. Кроме того, видите, поленницу? Это активатор. Можно гасить и зажигать огонь, и вот этот уже свет отбрасывает красивую тень. Можно выключить верхний свет и оставить только пламя. Получится красиво. Ну и, как и положено, на кухне есть все для готовки. Есть контейнеры для съестного барахла, есть котелок и хлебопечка, разумеется. Из левой части зала идет вход в комнаты для гостей. Скажу откровенно, я всегда терпеть не мог эту область. Я оставил ее лишь потому, что сожителям нужно где-то спать. Перенес бы в другую ячейку, но не знал, как это сопоставить с искусственным интеллектом, поэтому оставил как есть. С дизайном этой части я не заморачивался, и, честно говоря, я там вообще просто даже не бываю. Я даже немножечко подсократил комнаты, раньше их было шесть, я оставил четыре плюс, перенес сюда детскую на шесть кроватей. Да, дом подходит для мода Херцфуэр Мультипль. В теории все работает, что до практики, ну, сами мне скажите. В общем, тут просто комнаты, здесь не на что смотреть, пойдемте лучше в правую часть Атриума. А тут у меня... да, позорный уголок, тоже не переделываю его совсем. Пустынное место, простор для работы и для фантазии, извините. Зато дальше все получше. Тут красивый мини-садик, а также грядки, на этот раз рабочие, в количестве 18 штук. Если попросите, сделаю больше. Вы вообще, если что, не стесняйтесь предлагать свои варианты. Ладно, из правой части зала можно попасть в две комнаты. Первая — это мастерская. Когда-то их тут было две, таких вот комнаты, и обе были мастерскими, представляете? Я решил, что это безумная трата пространства, и объединил две в одну. В результате иногда может показаться, что тут все немножечко так перенасыщено. Однако ж, у комнаты свой переключатель освещения, схема та же. Сама мастерская имеет почти все верстаки, что могут пригодиться в игре. Тут нет разве что той крутилки, которой, знаете, муку молят. Знаете почему? Потому что она сама размером с эту комнату. А так, тут есть все. Алхимический станок, пентаграмма зачарования, сборщик посохов, камера зарядки паукана, большая кузница, аналог небесный, малая кузница, обычная, дубильный станок, верстак, точильный камень, плавильня и рубочная колода. О как! И еще тут есть активатор для топора, чтобы не искать его, если он понадобится. Читерно скажете? Ну, знаете ли, за 300 с гаком тысяч не очень. Да и неважно это, зато удобно. Так что, да, это начало моего пути, начало возникновения Нодана. Что ж, это ведь еще не все, потому что мне нужно было от этой комнаты гораздо больше, чем у нее было. Очень много модов имели, скажем, автосортировку. Вот и я о том же. Теперь к станкам в этой комнате подключена автоподгрузка и автосортировка материалов. То есть вы подходите к активатору, вот к этому, жмете на него и все. Скажем, ингредиенты улетают в специальный контейнер. Встаете за станцию, и они из этого контейнера подгружаются. Это очень удобно. Контейнера тут 4. Для ингредиентов, для заполненных, это важно, камней душ, для сердечных камней и для кузнечного скарба. Это и руда, и железо, и шкуры. Есть два момента, о которых нужно знать. Первое. Чем больше ингредиентов, тем дольше идет подгрузка. Если вам кажется, что все зависло, нет, оно не зависло. Просто подгружает ваше барахло. И чем его больше, тем дольше будет подгружать. Это уже ограничение самой игры. Если даже у вас компьютер сперт из Пентагона, там 100-500 ГГц, все равно будет долго грузиться. Просто наберите терпение. В то же время автосортировка идет по списку предметов. Это второй момент. То есть, во-первых, если какой-нибудь, скажем, ингредиент добавлен модом, то, разумеется, в списке его нет. И он не автосортируется. Или если мод каким-то образом меняет ингредиент, или редактирует его, или удаляет старую версию, добавляет новую, то это считается уже совершенно иным ингредиентом, не попадающим в мой список. И поэтому он тоже не автосортируется. Но если его руками положить в контейнер, то он все равно подгрузится. И, во-вторых, список ингредиентов Скайрима обширен, поэтому автосортировка займет, ну, секунд 40, учтите. Примерно то же с кузнечными шмотками, в отличие от камней, которых в списке несколько штук. Там хватит и доли секунды. Также в комнате теперь в достатке контейнеров. Есть для зелий, для оружия и, в принципе, на самом деле для чего угодно. Около почти каждого станка. Вот такая вот чудо-комната. Из нее, кстати, при помощи вот этого вот палантира можно быстро переместиться в другую комнату правого крыла. В личные покои. Тут тоже своя система освещения, но уже сильно упрощенная. Теплый свет и холодная подсветка купальни. Да, тут есть красивая купальня, тоже с автораздеванием. По идее, тут должна обитать ваша супруга. Мыло и полотенце, конечно же, бутафорские пока что. Зато вот зеркало рабочее. Это аналог скульптора душ. Практически за бесценок, какие-то 300 с гэком тысяч за дом, вы сможете менять по желанию свою харирожу на все более и более уродскую. И в чем себе не отказывайте. Не уверен, что выбрал правильную позицию для зеркала. С модом рейс-меню проблем нет, там можно приближать, но вот без него как-то, наверное, неудобно что ли. Слово за вами. Ну что тут у нас? О, это супружеские ложи. Ну то есть, технически это оно и есть. Тут, по идее, должна спать ваша жена или муж. Муж должна спать, да. Как на практике, пока не знаем. На столике здесь заклинание телепортов поместья, которое ведет, кстати, сразу в мастерскую. Мне кажется, так удобнее. Рядом двусторонний палантир. Это вы знаете. И снова камин, активируемый. Снова с пляской теней. Возвращаемся в Атриум и заканчиваем его осмотр. В дальней части находятся два портала, которые не шумят, как это принято у эльфийских фалмерских порталов. Заметьте. Правый ведет на балкон, а вот левый. Смотрели? Ходячий замок Хаула. Отличный фильм. В общем, дергаете за цепь и выбираете пункт назначения, а затем проходите в портал. Он, кстати, односторонний, но не забывайте, что у вас есть заклинание возврата. Портал ведет во все крупные населенные пункты, но без сомнений я буду его еще дорабатывать. Маркарт, Рифтон, Виндхельм, Винтерхоуд, Вайтран, Морфл, Донстар, Фолкрит. Это понятно. Кроме того, если выполнены определенные квесты, можно также попасть в убежище Темного Братства под Фолкритом, в Буйную Флягу, в Коллегию Магов, в Форт Стражи Рассвета, на Воронью Скалу. К соратникам портал почему-то не работает. Хрен знает почему. Вот, знаете, у него сами спросите, почему не работает. На этой веселой ноте экскурсия по Атриуму завершена дальше, еще интереснее. Но прежде чем уйти, хочу отметить, что в доме играет кастомная музыка, несколько римовская. Я сам подбирал композиции из разных игр, фильмов, есть даже музыкальные композиции, например, группы Солксис. Увы, почти все это жестко облагается авторским правом здесь на Ютубе, поэтому я вам не могу продемонстрировать это, но фокус-группа, состоящая из одного Андрея, утверждает, что музыка очень даже красивая. Поэтому мы ему все поверим, но вы на самом деле не верите, вы уж сами проверьте. В Атриуме играет один плейлист, в выставочном зале другой. Собственно, давайте уже полюбуемся на него, на выставочный зал. О-о-о, итак, моя прелесть. Выставочный зал. Ох, сколько ж я труда вот вложил, но оно того действительно стоит. Итак, это большая музейная комната, в которую вы можете выставить экспонаты. Не только стандартные маски, каски, салазки, а практически все, что вы можете добыть честным или не очень честным путем. Тут четыре важных момента. Первый. Я любитель системы, когда каждый артефакт ты можешь лицезреть. Поэтому, если я прошел, скажем, квест Азора, я считаю, что имею полное моральное право выставить обе версии звезды. Я все равно же ими не пользуюсь. Они просто лежат здесь и радуют глаз. Позже мне подсказали мод, где вместо артефактов ты как бы куешь подделки артефейки. Но я уже слишком устал, чтобы все это переделывать заново. Второй момент. Часть экспонатов нельзя добыть стандартным путем. К примеру, щит Эйлы можно только выкрасть у самой Эйлы. И я надеюсь, что никакой патч там неофициальный не удаляет этот самый щит из игры в принципе. Если даже удаляет, значит читы, что поделать-то. Потому что выставочный зал важнее. А некоторые экспонаты вроде одеяния псиджиков и вовсе нельзя получить легально, только консолью. Или вот апатия вермины. Мы же ее выпиваем. Но меня такие подробности мало волнуют. Поэтому вот она стоит. Мое и все тут, как говорится. Ну и третий момент. Некоторые артефакты имеются в нескольких версиях и отличаются по силе. Это для подгона по уровню. Такой вот у нас тут Skyrim. На момент, когда я делал музей, я не умел делать проверку на все версии сразу. А когда научился, столько переделать было уже лень, потому что тут громадное количество экспонатов, о чем вы скоро узнаете. Возможно, однажды поправлю. Но в целом, если артефакт не ложится в активатор, значит, ну сорян, нужна другая его версия. Либо консоль, либо, ну ждите, когда я поправлю. Либо поправьте сами. Заодно и мне поможете. И четвертый важный пункт. Все строилось и тестировалось на голой версии игры. И все работает нормально. Но я, к примеру, знаю, что на сборке с LMP некоторые экспонаты не отображаются. Видимо, сборщик Митрадис менял файлы или еще чего. Я не знаю и не могу предсказать всего. На сборке мозга, в которую я, кстати, сам гоняю, вместо некоторых клинков, скажем, только ножны. И это бесит. Я примерно представляю, как это исправить, но пока нет на это ни времени, ни сил. Понимаете, это, ну, непросто. Как и что будет на вашей сборке, я не представляю. Надеюсь, вас это, ну, не сильно огорчит. Не совсем полный список артефактов, который приложен к моду, включает в себя 293 позиции. Согласитесь, это немало. Помимо настоящих артефактов, тут есть и простые вещи, также несущие в себе нечто историческое для Довакина. Сейчас я все покажу. Если что, можете консолью получить все экспонаты, чтобы самолично заценить музейку. Для этого вбейте в консоли BAT-M. Учтите, что также включится TGM, чтобы вы могли нести на себе груду железа. Ну и не забудьте для такого теста выделить отдельное сохранение. И, кстати, да, на сборках на рекве TGM не спасает от перегруза. Ты просто стоишь на месте, поэтому я обзор делаю не на рекве. И еще я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что многие артефакты тут имеют уникальные модели. Ну, потому что я считаю, что это важно. Мне хорошенько пришлось обладить интернет и немного, мягко говоря, повозиться с редактированием. Так как огромная прорва артефактов в Скайриме имеют стандартные модельки. И в итоге на стендах лежали, условно говоря, 100 одинаковых клинков. При том, что, к примеру, меч Хьялти это как бы, ну, почти что меч бога, потому что Хьялти это Талос. А выглядит это просто как простая железяка. И в итоге большая часть выставочного барахла тут имеет уникальные модели и текстуры. За счет этого мод весит немало. За счет этого и за счет картин, которых по всему дому немало. 41 горизонтальные, 22 круглых и 38 вертикальных, итого 101 картина. Я использовал различные красивые арты из мира The Elder Scrolls, но когда они закончились, начал примешивать другие миры, типа Темных Душ или Ведьмака. В будущем картин будет только больше. Я люблю картины. А вы? Надеюсь, что да, потому что если нет, то у меня для вас плохие новости. Итак, начнем, наконец, экскурсию. Ближний зал. Тут тоже своя коробка распределения освещения, уже более продвинутая. На крупные залы есть два типа теплого освещения. Одно с тенями, другое без. Ну и вариации холодного и волшебного света. Также шестой дом восстал. В общем, сами посмотрите, поэкспериментируйте. Тут же снова переключатель станков. Ну, а теперь давайте быстренько, буквально к калейдоскопам пройдемся по стендам, потому что рассказывать обо всех трехстах экспонатах долго, это... Это, собственно, долго. Итак, слева направо, по кругу. Чучело волка и злокрыса. Чучело крафтится из останков животных, как обычно. Здесь же топор браконьера и друг лесника. Стенд с чучелами. Пещерный медведь, хоркер, волк, рыбоубийца, грязи краб, снежный саблезуб и гончая смерти. Далее стенд с артефактами. Необычная серебряная заготовка и серебряный же подсвечник. Я не буду указывать, в каких именно квестах вы все это сможете найти. Вы и сами либо уже это знаете, либо найдете без меня. Далее привычный стенд со всеми когтями и парагонами. Также тут есть амулеты всех девяти божеств. Плюс амулеты Изры, Кин, Джиуба, Саоса Арена, кулон восточной перской компании, амулеты Скаала, Саартала, Голдура, Гаргульи, Норский амулет, амулет Некроманта, Лунные артикуляции, Ястреба Костянова, Летучих мышей и Члена Старейшин. Ниже расположены кольца. Зверя, Ястреба, Эрудиты, Ночного Ткача, Серебряной Крови, Иластей, Обручальное, Муири, Кольцо Витории, Два Азидаловых кольца, Кольца Охоты, Луны и Инстинкта. Также здесь Талисман Алавы, Превосходный Сапфир, Двойственное Перо, Вейстон Фокус и Железный Шлем. Просто так. Левее, Статуя в честь Ауриэля. Для нее нужен Лунный Камень. Если что, в списке артефактов в файле в скобочках указано, что именно нужно для некоторых стендов. К примеру, Дубина Великана в Атриуме Крафтится, кажется, из Абонита. Не помню точно. Сами разберетесь. Правее, Модель Парвого Центуриона. А между ними Меч Клинков. Еще правее стенд с масками. Также здесь есть карта Драконьих Захоронений, Печати и Смерти, маска Члена Культа, Черепа Путешественника, Колбьерна, Торстена, Сарака, Кинжал Драконьего Жреца, Посохи Хевнарака и Мирака и Меч Мирака. Этот стенд продолжается вправо. Здесь этериевые артефакты, эмблема, корона, щит, посох, Черный Лук Судьбы, Зефир, Паучий Жезл, Диадема Ученого, Шлем Ингола, Тарч Кровожадности. Ниже Останкина. Да. Таз Пелагия. И Черепа Патемы, Корстага и Арвака. На полу сапоги Моварта и Хищника. Около соседской стены статуя Алдуина, сидящего на стене. Далее большой стенд на котором Кольцо Лабиринтиана, Сигильский Камень, Зубчатая Корона, Чаш из Гелиотропа, Настроечные Перчатки, Призрачный Клинок и Лук, Порыв Ветра, Рунные Топоры Молот Стражей Рассвета и Рунный Жещит. Два простых, но красивых посоха Изгоев и Фалмеров. Посохи Мелки, Рунвальда, Гатнора, Юрика и Магнуса. Ну как, нравится? Мне очень. С левой стороной закончили, перейдем к правой. Стенд с оружием. Меч Вилкоса, щиты Эйлы и Хролфдира, кинжал Алессандры, стальное оружие Небесной Кузницы, оружие Лунной Кузницы, тоже стальное. Молот Шагрола, бич Хоркеров, меч Харкона, Аковирский меч, не путать с мечом Клинков у дверей, это разные мечи. Дубинка Защитника, Лук Фроки, Лук Смерть Фериньеля. И снизу пять стандартных банок с насекомыми. Правее, статуя снежного тролля и маленький стенд с музыкальными инструментами, флейта, барабан и электрогитара. Далее, стенд со щитами. Щит каждого Холда, кроме, прикиньте, Солитюда, потому что вместо него посередине я расположил артефактный щит Солитюда, а про обычный, не артефактный, я как-то позабыл. Ах, ждите однажды с патчем. Еще правее, даэдрический Альков. Тут всякая даэдрика, а именно, Волендранг, Топор Скорби, Ибонитовый Клинок, Булава Молога Бала, Сияние Рассвета, Разрушитель Заклинаний, Череп Порчи, Роза Сангвина, Ваба Джек, Ибонитовая Кольчуга и Шкура Спасителя, Маска Клавикуса Вайла, Бритва Меруноса, Кольцо Херсина и Кольцо Намиры, Огма Инфиниум, Испытание Баэтии. В конце концов, тоже это связано с даэдрикой, так или иначе. Снахождение, апатия вермины, скелетный ключ, комментарий к механическому рассвету, все четыре тома, две версии Звезды Азоры, Звезда Меридии, Кольцо Балвин, Катарины, Питии, Трей, а также Жертвенный Клинок. А вы ведь наверняка не знали, что поскорее ему так много даэдрических артефактов разбросано, да? Ладно, далее Воровская Малина, все артефакты гильдии воров, карта Иперской Компании, планы Мерсера, скрижаль Калсельма, бюст Лиса, журнал Галла, Соловьиный Клинок и Лук, Два Глаза Фалмера, ну и классические кубки-подсвечники, обычные золотые, плюс графин, пчела, кораблики и демерская головоломка. А, ну и ящик огненного вина, конечно. И последний стенд у стены, чучело саблезуба и уникальные музыкальные инструменты, это флейта пантей, барабан рейона, лютня финна и имперский боевой рок, редкий, но вполне себе реальный. Кстати, здесь же рядом в стену встроен маленький сундучок, просто так, вдруг пригодится. Обычно всегда пригождается. Стены закончились, но не закончилось место в комнате. Посередине, значит, как видите, стоит мамонт, перед ним винный круг. Перечислять все напитки я не буду, их здесь много, просто посмотрите, действительно много, практически все, что я нашел в игре, в принципе. По бокам две статуи и два стенда. Слева статуя из Грамора с Вутрат и щитом из Грамора. На стенде с оружием Бладскал, лютый, охладитель, секира-кровосос и призрачный клинок, окин, эдуш, черный клинок Голдора и черный лук Голдора, а также перчатки замочных дел мастера, двемирский паучок и череп тролля. Справа статуя Ауриэля со щитом и луком Ауриэля, тут же свирель танцора, нож скобель и кувшин посвященного, и также экстрактор, настроечная сфера и заполненный словарь. Из оружия тут секира пауки душ, длинный молот, лук охоты, посох Холдира, меч Ялти, зазубренная кирка, белый иней, перчатки борца, клинки Горя, барвира, рунди, заточка, крапивник и разрубатель. Как ни странно, но это все в первом зале. Переходим. Во второй. Во втором зале я сосредоточился не на артефактах, а на обычных вещах, доспехи, оружие, но сперва такой вот предбанник, темноватый, но если сделать светлее, свет начинает баговать, так что извините. По левую руку здесь две мирские артефакты, по правую посуда. Я очень любил составлять такие коллекции в Моровинде из посуды. Что до артефактов, то это всякие кубы, кристаллы, обрезки металла и прочие сердечники, кагераторы, генераторы, а дальше уже полноценный зал. Как видите, здесь ни одного манекена. Как только беседка научится делать нормальных манекенов, которые не нагружают доводовую систему и не живут своей жизнью, независимо от любительских патчей, я обязательно их добавлю. Но так как это не случится никогда, идут манекены в задницу. Только классические кресты, прямо как такое маленькое кладбище. Итак, слева направо. Статуя оборотня, стенд с комплектами древней нордской брони, бронепинута сакулатус, клинков и волчьей брони. На таких стендах, как видите, в основном по четыре вида доспеха и есть место для каждого элемента. Перчатки, сапоги, кераса и шлем, если, конечно, все это есть. Иногда есть дополнительные вещи и они стоят где-то тут тоже на стенде. Далее смешанный стенд. Наверху здесь боевые молоты, ниже артефакты вервольфов, не все знают, что они вообще есть, я вот, например, не знал. А еще ниже древняя нордская посуда, ну, по крайней мере, ее первая часть. Далее стенд с железной и стальной броней, потом с имперской и повстанческой, потом фалмерский и двемерский, затем эльфийской стеклянной орчей и изгоев. В красивом углу чучело самки Неча, а правее чучело обычного медведя. Дальше стенд с секирами. Все они уместились в один, поэтому тут чуть поодаль еще такой же стенд с остатками секир. Между ними подъем к стенду с древними свитками, черными книгами и некоторыми артефактными книгами. Позже я планирую расширить это место. Сейчас тут пока что четыре древних фалмерских переведенных книги. Поцелуй милосердная матушка, арганианская дева инфолио, разумеется, и сочинение святого джиуба. Индивидуальные заказы на стенды принимаются. Места здесь полно. А, да, по бокам у входа тоже две статуи. Горгулья справа и древний фалмер слева. Шеш, ползала обогнули. Идем дальше. Чучело белого медведя. Стенд с двуручниками. Ниже них нордские древние инструменты и остатки древней нордской посуды. Дальше большой стенд с оружием. Снизу булавы, сверху часть локов, посредине клинки. Модель двемерской баллисты отделяет второй крупный стенд. На нем остаток локов, арбалеты, а также стрелы и болты. Некоторые активаторы и стрел трудно поймать, но возможно. Ах, да, еще есть кинжалы. Далее еще один стенд. Уже небольшой стенд с одеждой. Вампирская, воровская, убийц, императорская, свадебная, поварская, шотовская, домотканная, одеяние архимага, псиджиков, вермины и мифического рассвета, а также соловьев. Не тот, который лайф, а который вот ноктюрнул соловьев. В углу красивый стенд с чучелами оленя, лошади и спригана. А также комплекты аликорцев, талморцев, вампирская королевская одежка и комплект стражей рассвета. Тяжелый, он тут одной расцветки, потому что они на самом деле не отличаются практически ничем, отличаются внешне чуть-чуть только керасой, то только цветом и все. Ну и рядом статуя двемерской сферы. Посредине еще несколько стендов с комплектами. Кость, хитин, нордик, наверху крепление для щита, стражей рассвета, самого обычного, не рунного. По соседству комплекты члена культа Мирака, стал грим и морок тонг. Рядом мех, сыромятина, кожа и древний ассасинский доспех. Ну и конечно же драконика, даэдрика и эбонит. Между этими стендами стоят три других стенда для щитов и один стенд для топоров. Кроме того, если взглянуть наверх около таких вот диагональных стендов, можно увидеть активаторы для четырех статуй драконов. А со стороны даэдрика вместо щита будет активатор статуи драконьего жреца. Вот теперь все. Это весь набор второго зала. Но есть еще два зала поменьше. От входа налево как раз один такой. Я создал его для того, о чем забыл ранее, так как места больше не оставалось. Комната намеренно маленькая. Здесь есть мемный стенд с поварским колпаком и сладким рулетом. Также тут алтари богов, разумеется, только в виде экспонатов, а не в виде рабочих алтарей. Обломки меча, обломки топора и одежа Ольфрика и Тулия. Чуть правее держатель для вереского гейса. Еще правее полка для вереского сердца, ложки и вилки и статуэтки Талоса. Один доспешный стенд. Тут одежда скалов, озидала и старых богов. Ну и стенд с комплектом мирака и черного стража. Здесь все пустовато, но оно, напомню, помещение это как раз таки было добавлено для того, чтобы добавить в него то, что я еще не добавил. А по-моему, я добавил почти все, что есть в игре. Ладно. Напротив этой комнаты вход в библиотеку. Да, я бы даже сказал в библиотеку. Кстати, перед входом в библиотеку есть переключатель света. Другие комнаты таким похвастаться не могут. Они переключаются только с оригинального переключателя у главного входа. Почему? По кочану. Библиотека претерпела не очень много изменений. Я убрал лишний громоздкий некрасивый декор и добавил чуть-чуть своего, а именно, вот этот вот замечательный, практически чайный гриб. Ну и каротина, разумеется, да. Еще вон ту комнату дальнюю замуровал, потому что теперь вот в доме, кроме нас, никто не живет. В целом, тут есть полки для книг. Мало полок для книг. Но у меня не получилось создать новые полки для книг. Не знаю почему. Не получилось и все тут. Не работают они. Так что довольствуемся этим. Если что, тут есть шкафы-контейнеры для книг. Также тут есть камин, который тоже можно зажигать и гасить, чтобы читать в такой красивой обстановке. В общем-то это все. Однако из той комарки, о которой шла речь ранее, идет вход в манекенную. Да, раньше эта комната была соединена с музеем. Я вынес ее в отдельную ячейку. Я не люблю манекены, но возможно их любите вы. Так что вот, пожалуйста. Когда вы купите стойки и манекены, вы увидите, как они, все эти самые манекены, начали ходить, а оружие попадало со стойк. Просто перезайдите в комнату, а лучше на самом деле в игру. Оружие вернется, кроме одного меча у входа. Это я его лично сломал своими вот этими вот руками. И я не только, знаете ли, книжные полки делать не умею, но еще и оружейные стойки. Вот не получается и все. Не знаю, как сгребить этот меч. Но вот, знаете, сам держатель работает и хрен бы с ним. Так что выкидывайте все это железное дерьмо и вешайте свое дерьмо. Тут, в общем, есть держатели, в том числе вдоль стенок витрины, ну и манекены. И портрет Лемстима Питона для особых извращенцев, потому что никто другой этой комнатой пользоваться не будет. Это факт. Это удивительно, но на этом все. Да, для меня это действительно удивительно. В общем, такое вот получилось поместье. Безусловно, здесь еще есть над чем работать, но, возможно, со временем я и буду. А, возможно, и вы мне в этом поможете. В описании под роликом будут ссылки на скачивание мода на сайте GameMods. Спасибо им за возможность размещения. Добавил бы еще и на Nexus, но там вроде бы русскоязычной моды не жалуют, а я языка не знаю. Ну и в конце обязательно нужно сказать спасибо, собственно, Лазу, автору оригинального Деммерменера, который пусть и не идеален, он далек от идеала, но он дал мне такой вот творческий толчок. А также хочу сказать спасибо Рагумаха, это такой ник, за консультацию по некоторым вопросам и Ивенку, автора мода Ёшкин Дом. Кстати, отличного мода, он мне даже местами нравится больше, чем мой. Она тоже подсказала мне многое из того, чего я даже не знал, и я ей за это очень благодарен. Она даже пыталась портировать мой мод на Legendary Edition, и мне сейчас вот стыдно, что теперь та версия уже не актуальна. Ну и спасибо, разумеется, Андрею Шедди, который своими обзорами домов дал мне несколько новых идей для реализации. Мне кажется, я их вполне удачно своровал. Обязательно посмотрите его топ, состоящий из 77 домов. А также спасибо всем тем обычным моим зрителям или просто пользователям мода, которые что-то подмечали, что-то рассказывали, высказывали свое мнение, делились какими-то задумками или наработками. Наработками никто не делился, но задумками делились. Спасибо, ребят, вам всем большое. С вами работают всегда интереснее, когда я вижу ваши отзывы, появляются сразу силы и желания, а главное идеи для того, чтобы сделать в том числе этот дом лучше, чем он есть сейчас. Что ж, спасибо всем за внимание, и если вам понравилось, следите за обновлениями, а по желанию и сами участвуйте в модернизации этого дома. Не ленитесь, мать вашу. А теперь возвращайтесь в Скайрим до Вакины. Он, знаете ли, снова в опасности. Ну, там, драконы и все такое.